Духовные истоки Русской революции Духовные истоки Русской революции Официозное, я бы сказал, издание, нынешнее патриархийное. Ну вот писали бы «Московская патриархия», нет, они обязательно пишут, что это Русская православная церковь. Я-то думаю, что это вещи суть противоположные. Русская православная церковь – это одно, а административно-хозяйственное управление Московской патриархии – это другое. Книжку я прочел, она достаточно интересна тем, что она, несомненно, промонархическая, с другой стороны, она, несомненно, провластная. Вот в чем псевдомонархизм. В том, что нынешние властные институты считаются каким-то прямо уж чуть ли не прообразом монархической власти. В особенности автор, ну, прямо души не чает в нынешнем президенте, и хотя тут такая некая двусмысленность наблюдается, он пишет так. В русском народе – это потребность в любящем отце народа, в человеке, несущем личную ответственность перед Богом и людьми за все происходящее в стране, воплощающем единство народа, пропускающим через сердце и горе радости, неистребимо. Но это монархическое начало в нашем народе. Она заложена в нашем генетическом коде, никакие лживые демократические идеалы затмить его не могут. Да могут, могут, мы как раз видим в последние десятилетия, что могут. Здесь кроется разгадка пагубного феномена симпатии народа к Сталину. Вот это дорогого мысль стоит. А потом, ну, кажется, вроде бы так мягко и изящно автор переносит вот эту вот пагубную любовь на нынешнего кремлевского правителя, называющего себя президентом. Здесь причина стойкой любви народа к нынешнему лидеру страны. Как в точку заметил недавно один священник, а зачем нам выбор президента? Мы же его и так любим. Ну да, и где-то там про Путина писал, по-моему, или вот в своем интервью Пугачев, бывший банкир, сказал, что да как это Путин, путинские слова передал. Да какая демократия, людям нужен монарх. Вот я был как раз в Троице-Сергиевой лавре, там толпа 50 тысяч, их охрана отпихивает, они все лезут и ручки целуют. И даже есть священники, которые и Путину ручку целовали, как монарху должны были бы целовать. Это действительно пагубный феномен, но только он не монархический, а антимонархический. Это любовь к начальству. А монархический феномен предполагает любовь к России, православие, самодержавие и народность. Есть три основы русского мировоззрения, то есть вера в Бога, почитание и всяческая поддержка самодержца, монарха, который олицетворяет собой суверенитет. И народность, а народность это основа в русской истории, в русской культуре, в русских сказках, легендах, в русском историческом сюжете. Вот это является основой монархического мировоззрения, а не любовь к чиновнику, тем более избранному. А уж когда священник говорит, а зачем нам выбирать, мы его и так любим. Вы любите черта с рогами, получается. Вот что такое вы любите. И на это указывают другие строки, которые я читаю, выделил специально. Автор предъявляет претензии к западным политикам, отделяя от них Путина и превращая его в некое подобие монарха. Пишет так. Когда читаешь документы недавнего прошлого человечества и сталкиваешься со свидетельствами главенства христианских принципов государственной политики прошлых веков, кажется уже невероятным, что когда-то такое было. Как нечто диковинное, нынче воспринимается, например, свидетельство, что сила крестного целования при заключении мира была гарантией того, что война не начнется прежде. А что, Путин где-то крест целовал? Да, он, я не знаю, сгорит адским пламенем, когда попытается такое сделать. В современной политике введение подобных критериев воспринимается как абсурд. Апеллирование к таким категориям в наше время будет оценено в лучшем случае как наивность. И далее, внимание. Мы помним вдохновенные речи нашего президента на высоких общественных площадках, призывающих вернуться к исконным христианским ценностям в международных отношениях, о жизненно необходимом возвращении в мир приоритетов политической нравственности и ответственности. Ну и наши западные партнеры, они вот какие-то другие. Да Путин ровно такой же, как они. Как можно такие строки писать, не зная, что происходит в России, что происходит в нашей стране? Ну вроде бы человек, который написал эту брошюру, вот епископ Митрофан, им монархически настроены, и правильно понимает большевизм, и правильно понимает сталинизм, и правильно оценивает Керенщину, и весь феврализм, всю демократуру, и интеллигенщину, образованщину. Все правильно. Но все переворачивает вверх тормашками его представление о том, что Путин какой-то иной. Да это абсолютный антипод монархии, абсолютный антипод. И не видеть этого, это значит вообще не знать, что творится в России, что творится с русским народом, что представляет из себя вот эта гнусная антихристианская, антиправославная, античеловеческая власть под руководством Путина, которая сейчас уже, конечно, марионетка, он там только нам глазки строит, и рожицы корчит во всяких там интервью, выступлениях и разных своих демонстрациях в новостях. А правят-то другие, и страна-то уже по швам трещит, она уже расчленена, она сейчас тихонечко делится закулисными кланами и будет разделена еще раз, уверяю вас, мы это увидим своими глазами. Один из епископов, это же высшее духовенство, ну их немало, конечно, епископов, я не знаю, там несколько сотен нынче, но тем не менее ему позволено опубликовать, и он вместо того, чтобы ну хотя бы как-то очертить, провести аналогию между захватом власти большевиками и захватом власти демократами в 91-м году, он как бы благословляет вот то, что творится сейчас, он ни словом не обмолвился, что истоки сегодняшнего состояния, они вот в этих, в те же самые истоки, что и у так называемой русской революции, и кстати он нигде не опроверг то, что она русская, не написал, что русская революция в кавычках, какая она русская, при том, что сам приводит пример, что по перемеси населения 36-го, по-моему, года, оказалось, что в советской России, уже 20 лет почти прошло, после большевистского переворота, 55 миллионов, там почти половина, не постеснялись во время переписи назвать себя верующими, поэтому эту перепись скрыли, данные уничтожили, или там в основном скрыли, а организаторов расстреляли, потом перепись провели заново, и начались тогда же, через 20 лет, после чудовищных гонений на церковь, следующие гонения, еще одна чудовищная волна, и сталинизм, и антихристианство, это одно и то же, и слава богу, автор это понимает, но разве он не понимает, что сейчас храмы заполнены людьми, но не верующими, люди в рясах тоже могут оказаться настолько же далеки от Христа, как и откровенные богоборцы, потому что они абсолютно охладели к вере, они не замечают того, что происходит в стране, не понимают греха, по сути дела, то есть они не понимают, если они не понимают творящегося беззакония вокруг, они, наверное, и свои грехи не могут осознать и понять, и поэтому пишут вот такие вещи о том, что и говорят такие вещи, да мы и без того, и без того любим Путина, зачем нам какие-то выборы, да им, конечно, никакие выборы не нужны, есть, конечно, заблуждение, слава богу, об этом нет здесь ни слова, а может ли быть монархия в России, то есть монархист пишет брошюру против русской революции, но ничего не говорит против нынешней олигархии и ничего не говорит о том, а может ли восстановиться в России монархическое правление. С нашей точки зрения может только одним способом такое восстановление произойти, традиционного образа правления, показавшего свою феноменальную эффективность, в особенности в последнее правление, правление императора Николая Второго. Феноменальную эффективность, еще раз, тот, кто знает, знает историю и знает цифры, знает факты о правлении Николая Второго, тот разделит со мной это утверждение. Только один способ диктатура, национальная диктатура должна все поставить на место, подавить все враждебное, которое сейчас нас давит и просто выводит нас на путь полной уже окончательной гибели России и русского народа. Национальная диктатура, вот что требуется. И она вот сейчас требуется, она требовалась и вчера, и позавчера, она и в 90-х требовалась. А у вас в мозгах, уважаемые и не очень уважаемые граждане, по-прежнему большевистский и демократический бред. Нам нужны выборы. Нет, нам выборы не нужны. Вообще никакие выборы нам не нужны. До тех пор, пока не будет вправлено то, что вывихнуто. А вправить может только национальная диктатура. Правление немногих. И как раз в правлении немногих прорастут вот те, находящиеся в теле русского народа, зачатки новой аристократии, на которую и сможет опереться в дальнейшем монарх, когда все будет исправлено. Когда будет где поставить трон, сейчас негде его поставить. Поэтому монархизм без национализма – это ничто, это пустое. Это просто воспоминание о том, чего никогда не будет, и что просто является исторической достопримечательностью, музейной ценностью. Вот примерно так вот здесь и сказано. По сути дела, никакой надежды на спасение в таком случае нет. Вот при таком подходе, что монархия невозможна, это все анахронизм, это когда-то было. И историческую Россию, как здесь приводит автор слова лжепатриарха Кирилла, по фамилии Гундяев, о том, что мы потеряли историческую Россию, вы потеряли историческую Россию. Надо сказать, что вы в Московской Патриархии, конечно, потеряли историческую Россию. И подавляющее большинство вашей паствы не знает исторической России, поэтому ее тоже потерял. Но русские националисты не потеряли исторической России, потому что она живет в их душе. И надежда только на этот слой граждан, крайне незначительный. Если нам повезет, если мы вымолим у Господа Бога спасение России, то только национальная диктатура, никаких выборов, никаких демократических иллюзий, никакой социальной справедливости, вот этого горячечного бреда леваков, этого не будет никогда. Народность власти может быть, но не народовластие, не народовольство. А формирование власти таким способом, как она формировалась веками, и как это проверено, как сама природа власти монархична. И если монархия отменяется, то все равно она остается автократической, и получается подделка под монархию. Вместо монарха приходит изверг и тиран Сталин. Вместо монарха приходят серые. Серые люди, как у Стругацких было написано, да, вот серые. Серые правят. Это правление Путина, правление серых – это правление ничтожных личностей. Как тоже в этой книжке приводит достаточно правильная и интересная мысль о том, что в романе Достоевского «Бесы» вот этим серым личностям до какого-то времени нужны одиночки демонического плана, демонические личности, которые кажутся великими в силу своего отрицания всего. Отрицание, прежде всего, Бога и отрицание морали. И вот своеобразная такая фаустовская натура, то есть продажа души дьяволу за свои таланты, требуется серым личностям, которые даже этого лишены. И вот с помощью этих личностей они завлекают народ, гипнотизируют его, а потом, конечно, и этих кончают, как там, ледорубом в голову товарищу Троцкому, бывшему соратнику, а потом Иуде. Вот так они расправляются с этими демонами, а правят-то вот эти серости, не ставрогиные демоны, а верховенские, вот серые подлецы. И сейчас правление серых подлецов, ничтожеств. И как же это не замечать лицу духовного звания? Я не знаю, может быть, между строк где-то об этом сказано, но я не нашел ничего. И от людей духовного звания мы публично не слышим вообще ничего, что касалось бы нашей жизни. И самой острой проблемы – это спасение души людей. не на абстрактных примерах, взятых из Писания, а на конкретных примерах, которые не менее яркие и не меньше трогают душу из нашей собственной жизни. И где же все это? Где же все это? Мы обращаемся к священству. Оно не слышит нас вообще. Оно не принимает нас за народ. Да кто вы после этого тогда? Тогда вы патриархийные. А какое отношение вы к русской православной церкви имеете? Да никакого. Русская православная церковь, как церковь Христа, это где двое-трое соберутся во имя Мае. А то, что у вас храмы позолоченные, и что у вас чиновники под свечниками стоят на Пасху, это не значит ровным счетом ничего. Это профанация. Это обман. Это антихристианство. Антихристианство прямо в христианском храме. Русофобия посреди России, как официальная доктрина, которая уже не скрывается и демонстрируется ежедневно. И вы со всем этим живете, люди в рясах, которые дали клятву Христу, что монашеский постриг приняли, различные другие церковные установления для самих себя. Вы это приняли, но вы душевно остались не просто в миру, а вот среди этих серых, и вы сами просто переодетые серые личности. Так что ли получается? Выходит, что я как-то призываю тех, кто сам должен призывать. Где эти подвижники? Где они? Где они? А где среди вас подвижники? Где хотя бы какой-то... Можно сколько угодно критиковать можно сколько угодно критиковать архимандрита Сергия Романова, но вы сами не представляете, я не вижу... А где другие? А покажите, где? Где есть духовные подвижники? Куда они рассосались, разбежались? Не видно, не слышно, ни частным порядком их не найти, ни публично никто из них не выступает. Как у замечательного писателя Лескова есть такой роман Соборяне, по сути дела, о жизни как бы низового священства. И там один из главных героев уже ближе к концу жизни говорит, ну все, вот жизнь закончилась, начинается житие, и служба закончилась, начинается служение. Где такие люди, вот кто переосознал, переосмыслил хотя бы к концу жизни, что происходит вокруг, и почему надо уже не служить, а переходить к служению, и почему житие – это описание жизни святого. То есть почему же вы святости-то не взыскуете? Почему вы живете применительно к подлости? И как, за кем тогда духовно пойдет народ, который вы критикуете? Вас нет в этом духовном водительстве. Ну, упреки я могу сменить какими-то лозунгами, но это не имеет никакого смысла. Сказанного достаточно. Эти упреки сами подразумевают какие-то действия со стороны людей, которые чаще других крестят лоб, чаще других молятся, и еще пытаются быть духовными отцами. надо что-то вам делать, переосмыслять священству, и исполнять свой долг, а не долг перед начальством, долг перед Христом, долг перед православным русским народом. Если нет понимания этого долга, то и вы вне церкви, сколько бы вы не утверждали противоположное. А что же нам тогда ходить у вас исповедаться-то? Да вы непригодны для этого. Мы как-нибудь уж сами организуемся, и у нас-то Церковь Христова будет тем или иным путем. Пусть нас будет в тысячу раз меньше, что и заповеданное, куда весь мир катится. Но вы не с нами, вы с этим миром. А мы говорим «Слава Руси! Господи спаси! Россия русскую власть! И Россия русскую православную власть!»